В эфире студия Репортер. Здравствуйте, меня зовут Виталий Хемий. С удовольствием представляю своего сегодняшнего собеседника Юрий Кровец, заместитель председателя Одесского областного отделения Антимонопольного комитета Украины. Здравствуйте, Юрий. Юрий, у нас эксперт в области Антимонопольного законодательства. Тема нашего общения важная, может быть, несколько запутанная на первый взгляд, но мы не можем не остановиться на том, что в 2016 году в области Антимонопольного законодательства произошли важные изменения в сфере защиты экономической конкуренции. Расскажите подробнее, пожалуйста, Юрий, нам о них. Существенных изменений в законодательстве не произошло, а произошли изменения в практике применения закона о защите экономической конкуренции. Именно в категории злоупотребления монопольным положением на рынке. Эта категория дел касается как бизнеса, так и граждан, поскольку граждане часто обращаются против монополистов или по факту нарушения их прав. Почему произошли такие изменения за последние два года? Первое — это судебная практика. Судебная практика значительно влияет на практику рассмотрения дел Антимонопольным комитетом, поскольку суд — это единственный государственный орган, который может пересмотреть решения Антимонопольного комитета. Антимонопольные суды при принятии своих решений говорят о том, что квалифицировать действия монополиста как злоупотребление монопольным положением надо в привязке с понятием конкуренция. То есть или есть нарушение конкуренции, или это бы нарушение не могло существовать при существовании конкуренции на рынке. И второй важный момент, который произошло — событие. В 2016 году Антимонопольный комитет Украины подписал два меморандума. Первый меморандум подписал с НКР и КП — это Национальная комиссия регулирования в вопросах энергетики коммунальных услуг. И второй меморандум подписан с Министерством игровой политики Украины и Держпоживслужбы. Держпоживслужбы — это ранняя инспекция защиты прав потребителей. Государственные органы в этих двух меморандумах зафиксировали свои полномочия согласно закону и подтвердили, чем они должны заниматься. Для того, чтобы не происходило дублирование функций госорганов. И каждый занимался максимально и тратил усилия в выполнении своей функции. На сегодняшний момент люди должны знать о том, что в положении НКР и КП закреплено, что защита прав потребителей в отношениях с монополистом при поставке электрической энергии, газа, воды и тепла относится к аппетенции НКР. У Антимонопольного комитета предусмотрено рассмотрение дел в отношении монополистов согласно статье 13 закон о защите экономической конкуренции. И здесь определено, что первое, квалифицируемое действие монополиста как нарушение, если его действиями нарушены или ограничена конкуренция. Второе, это иные нарушения, которые не могли бы существовать при наличии конкуренции. Приведем пример. Сегодня очень актуальная тема, связанная с топливом. Это бензин, это авиационное топливо, это дизельное топливо. Цены на этот товар сегодня свободны, они государством не регулируются. И в практике Антимонопольного комитета Одесское отделение открыло дело и в результате Центральный аппарат принял решение в отношении реализации авиационного топлива на территории Одесского аэропорта. Когда цена свободная, мы сравнили цены других монополистов на территории других аэропортов и увидели, что на территории Одесского аэропорта топливо продается по очень высокой цене. И тогда было признано такие действия нарушением, то есть установление цен, которые не могли бы существовать при наличии конкуренции. Вот это основные направления, которые сегодня существуют. Важно, сколько у нас нет времени все рассказать о монополии и о делах рассмотрения Антимонопольным комитетом. На прошлой неделе вышла статья, автором ее являюсь я, называется «С кем дружить против монополиста?». Это первая часть на прошлой неделе вышла, завтра публикуется вторая часть, которая будет рассказана о полномочиях Антимонопольного комитета. И на следующей неделе будет третья часть, которая расскажет о других государственных органах, которые кроме Антимонопольного комитета имеют право осуществлять контроль за действиями монополиста. Мы можем их перечислить в эфире, эти государственные органы? Конечно, мы можем. Первое – это НКРА и КП, Национальная комиссия регулирования вопросов энергетики и коммунальных услуг. Держенерго-надзор, госэнергонадзор – это структура, которая также имеет определенные полномочия согласно действующему законодательству. Держпоживслужба, ранняя инспекция защиты прав потребителей. И еще ряд госорганов, которые будут перечислены в статье, я в этой статье подробно расписываю их полномочия ссылками на законодательные акты, в том числе ссылками на их сайт, где можно увидеть, где размещены их территориальные подразделения и обратиться в те органы. Когда гражданину или бизнесмену тяжело определить четко, чья это компетенция, могу рекомендовать только одно – обращайте сразу в несколько госорганов, они в рамках своей компетенции будут реагировать и, надеюсь, принимать решения для защиты ваших прав. А касательно меморандумов, которые подписаны с этими двумя структурами государственными в 2016 году, прошло некоторое время, можно ли сделать промежуточные выводы, работает эта практика или не работает, или люди, организации по-прежнему запутаны, куда обращаться, кто защитит, есть, может быть, путаница. Или вот этот год с небольшим, который прошел, он показывает, что, в принципе, это была практика верная? Практика была верная и другого пути не существует. Почему? Если государственный орган принимает решение, которое выходит за его полномочия, то в конечном счете, когда суды будут пересматривать принятое решение, они отменят такое решение государственного органа, будь то антимонопольный комитет или иная структура, которая имеет право контролировать монополиста. И в конечном счете не будет принято решение направлено на защиту прав и интересов конкретного гражданина или конкретного предприятия. Поэтому эта практика правильная, другого пути не будет. Сегодня взаимодействие между госорганами, на мой взгляд, идет достаточно эффективно. Конечно, не все граждане и бизнес знают, куда необходимо обращаться. Но мы в данном случае рекомендуем им, разъясняем, или если это граждане, то в рамках закона обращения граждан пересылаем в компетентные государственные нормы. Одна из проблем регулярности, с которой мы сталкиваются и бизнес, и частные предприниматели, сговор на рынке, в том числе топливном рынке. Вы сами об этом сказали. Есть методы борьбы законные, давайте начнем с законных, против тех компаний, которые устраивают самонтральный сговор и поднимают цену на любую продукцию? Раз мы уже говорим о топливе, то продолжим об этом. Если мы говорим о сговоре, то сговор бывают виды нарушения, это юридические названия, антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйственных. Они могут быть как при установлении цен, так очень много принимается решения, это сговоры, которые привели к искажению результатов торгов и тендеров. 99,9% это касается конкретно публичных закупок. Сговоры при установлении цен, это одна из самых сложных категорий дел, поскольку доказать очень сложно, и в основном такие решения принимаются на рынке реализации светлых нефтепродуктов. Это бензины высокооктановые, бензины низкооктановые, дизельное топливо. В прошлом году Антимонопольный комитет Украины принял решение, наложил штраф 204 миллиона гривен на крупные нефтяные компании. Это операторы автозаправочных станций. Как я знаю, решение обжалуется в суде, говорить о результатах сейчас не готов. Какое окончательное решение было принято. Сейчас опять пошло повышение цен на топливо, и Центральный аппарат Монопольного комитета начал новое исследование по признакам сговора при установлении цен на светлые нефтепродукты. Давайте поговорим подробнее о том, что чаще принимается территориальным отделением. Это сговоры, которые привели к искажению результатов торгов и тендеров. Очень важно, если бизнес сейчас лучше, или всех, кто работают в тех или иных предприятиях и организациях, понять, что не надо делать. Да, Одесское отделение на протяжении нескольких лет является лидером или вообще первым в Украине по количеству выявляемых сговоров. Но, с одной стороны, чем больше принимаем решения, мы можем прийти в СМИ и сказать, мы лучшие, мы много принимаем решения. Но это не есть наша цель. Одной из задач Монопольного комитета является предотвращение нарушений. И мы очень хотим, чтобы бизнес не совершал сговоры. Почему? Первое, если мы принимаем решения о сговоре на торгах, мы накладываем штраф, и по закону о публичных закупках участники торгов, которые совершили сговоры, на три года лишается права участия в публичных закупках. А значит, уменьшается конкуренция на рынке. Если это производитель, если это серьезная компания с историей, то уже государство не будет иметь возможность приобретать продукцию напрямую у данного поставщика. А ошибку допускают в большинстве случаев на среднем каком-то звене. То есть исполнители готовят документы, а руководство и собственники компании могут об этом даже не знать. Поэтому рекомендации для бизнеса и для сотрудников сферы бизнеса. Никогда не идите на торги двумя-тремя своими компаниями. Всегда только одной компанией. И только с целью конкурирования. Никогда не откликайтесь на просьбы ваших друзей или партнеров «Дай свою компанию принять участие в торгах». Такое доброе дело закончится штрафом и лишением вас на три года участия в государственных закупках. Поэтому очень аккуратно к этому относитесь, поскольку большинство сговоров мы все-таки доказываем. И большое количество решений, которые мы принимаем, это благодаря эффективному взаимодействию с правоохранительными органами. Это СБУ, это прокуратура, это полиция, с контролирующими органами, это аудит-служба и ряд других структур. Мы также очень много взаимодействуем с общественными организациями, которые любят изучать документацию, изучать программу «Прозор», рассмотреть, кто торги и какие совершал. И мы очень владеем большим объемом информации и доказываем очень многие сговоры. Поэтому бизнесу не совершайте сговоры, конкурируйте и имейте возможность стабильно и хорошо работать. Культура экономической конкуренции, вопрос может быть философский, немного в современной Украине на высоком уровне или вот еще немножко нужно поучиться у партнеров, где это зарождалось веками? Честная конкуренция. Сегодня всемирный день конкуренции, и мы собираемся как раз вот 5 декабря. Говорить о том, что высокая культура конкуренции, ну это можно говорить, высокая ли культура у нас вообще в сфере бизнеса или высокая культура у нас в управлении, наверное, мы пока еще развиваемся. И высокой культуры пока говорить рано. Здесь во многом и вина государственных органов, которые должны создавать все условия для того, чтобы бизнес максимально себя комфортно чувствовал. А мы знаем мировые рейтинги, мы далеко еще не первые в создании приемлемых условий для развития бизнеса. И думаю, вот эти показатели, они очень близки друг к другу. И если государство будет, все госорганы будут делать максимально для создания комфортных условий для развития бизнеса, то и культура конкуренции станет намного выше. Мы заговорили о государственных закупках, вы произнесли вслух систему Прозоро, тоже не могу не поинтересоваться у вас. Оправданно ли был ее запуск в свое время? Тем более, почему вас спрашиваю, спустя некоторое время, слышал уже из уст и в фейсбуке читал, как вот обойти Прозоро, как не допустить результата более справедливого. Лучше ничего пока никто не придумал. А как обойти Система Прозоро, расскажите? Вот есть особо предприимчивые, скажем так, предприниматели, бизнесмены, люди, которые участвуют в государственных закупках, вот в этих торгах, и вот находятся пессимисты, скажем так, которые не очень верят в справедливость и честность существующей системы. На мой взгляд, это правильный путь, но постоянно надо совершенствовать, совершенствовать, находить какие-то недостатки в этой системе и улучшать эту систему. В любом случае, это намного лучше, чем старая бумажная форма. Сегодня торги открыты, документы всем открыты, все их видят. Сегодня открыта система обжалования, поскольку контроль за действиями заказчика, то есть распорядителя бюджетных средств, ошляет центральный аппарат антимонопольного комитета Украины. Там созданы две постоянно действующие коллегии, которые осматривают жалобу. Но сегодня жалоба подается через систему Прозоро, автоматически идет блокирование торгов на момент обжалования. То есть сегодня мы пришли в более цивилизованной и открытой форме. И это правильный путь. Но надо изучать то, о чем вы говорите. Какие-то методы обхода системы. Если они существуют, мне они неизвестны. Вы скинете ссылку на электронную почту, я почитаю. И эта система, с учетом вот этих методов, должна постоянно совершенствоваться и улучшаться. И тогда мы достигнем лучших и лучших результатов. Но система Прозоро, на мой взгляд, это правильно, и это путь в будущее. О защите экономической конкуренции, честных методах ведения борьбы, я так понимаю, нужно рассказывать не со школьниками, но по крайней мере студентам нужно активно объяснять, разъяснять. Тема действительно очень сложная для понимания. И насколько я знаю, вы регулярно общаетесь со студентами. Не знаю, что можно, допустим, за час рассказать, но, наверное, на каких-то живых примерах, на такой инфографике пытаетесь будущим бизнесменам, экономистам пояснить, что и как нужно делать в этой жизни. Как проходят ваши встречи с молодежью? Со студентами мы уже встречаемся четвертый год. Это встречи такие происходят с экономическим университетом, со студентами экономического университета. В этом году мы также проводили со студентами Одесской национальной юридической академии. Цель этих мероприятий, задача антимонопольного комитета, кроме выявления и прекращения нарушений, это предотвращение нарушений. Можно предотвращать нарушения путем разъяснения законодательства уже действующему бизнесу или действующим сотрудникам компании, что мы постоянно делаем и периодически проводим дни конкуренции и в районах, и в городе Одесской области. Но студенты, это четвертый или пятый курс, они уже сегодня работают или через год начнут работать в каких-то компаниях, чтобы исключить ошибки по тем же торгам, по тем же подготовке сговора на торгах. Надо им разъяснить практику. Законодательство они могут прочитать и знать достаточно хорошо. Но практику антимонопольного применения закона о защите экономической конкуренции, она очень сложная. И доступным языком ее надо донести, эту практику, чтобы они знали, что в этом случае надо заглянуть туда-то и изучить. Мы сдаем периодически газету «Дни конкуренции». Есть такая страничка в Фейсбуке, кто зайдет, может прочитать и посмотреть там последние материалы. И мы студентам говорим, прочитайте эту газету и напомните себе то, о чем мы с вами говорили, и дайте совет руководителю компании, как правильно надо действовать. То есть не подставляйте компанию в тех же торгах, не формируйте какие-то сговоры. Всегда действуйте правильно для того, чтобы компания стабильно работала. Спасибо большое, Юрий. Я думаю, что мы еще не раз будем встречаться и будем обсуждать более конкретные примеры. Сейчас у нас было такое введение в предмет. Предмет непростой, но очень важный и нужный для понимания. Спасибо. Приходите с самыми разными новостями. Спасибо. Оставайтесь на репортере, берегите себя и до новых встреч в эфире. Продолжение следует...